Экспозиция погружения пузыри земли посвящена болотам и топям. Ничто из природных кладовых не окутано таким количеством тайн, легенд и мистики. Я уверена, что выставка не оставит никого равнодушным, но и отклик, конечно, будет впечатляющий. Ведь стоит оказаться посреди топи, как вдруг появляется странный звон в ушах, кружится голова и возникает желание бежать. 22 молодых художника из творческого объединения «Гать» представили свое видение этой таинственной экосистемы. Каждый из художников увидел в теме болота что-то свое. Кто-то раскрыл тему памяти, кто-то мифов и обрядов, кто-то русскую деревню представил, кто-то непосредственно о болоте размышлял. Смыслов здесь много. Милана Морозова рисует с детства. Начинала с живописи и графики, потом увлеклась скульптурой. Сейчас работает диджитал-художником. Одна из ее представленных работ – картина «Мост». Через то самое болото мы видим тела людей, тела и души этих людей, которые с каждым днем становятся все больше и больше. Но это те самые люди, которые помогают нам в любой абсолютно ситуации. Будут ваши родственники, ваши любимые люди, которые постоянно оказывают вам поддержку. И через этот мост вы можете пройти через болото к светлому будущему. У Алины Корякиной диплом художественной школы и технологического университета по направлению архитектура и дизайн. Защитила кандидатскую диссертацию. На выставке зрителей притягивает масляное полотно «Лотос растет». Я, во-первых, хотела показать место, образность, которое я видела внутри своей головы, а теперь могут увидеть его другие люди. Ну и как бы, так как центром композиции является этот «Лотос», и чтобы они тоже могли почувствовать, что внутри какой-то образной тьмы может прорастать что-то чистое и светлое. Всего на выставке представлено более 50 работ. Погрузиться в глубокие воды и душистые мхи может любой желающий до 10 марта.